Лекция в Центре творческого развития гуманитарного образования просто разрушила привычное представление о биологии, как о науке. Лектор – заведующий лабораторией, где проводят исследования в области молекулярной биологии. С его слов «учёные» – это художники, а художники – учёные. Обоснования заявленного то и дело вызывают удивление слушателей. Кроме того, учёные не просто изучают, к примеру, молекулы ДНК, они их используют в качестве материала для изготовления, к примеру, сосуда, в бытовом понимании этого слова. Как ни странно, здесь есть очень конкретное прикладное значение. Вот эти коробочки, кувшинчики и остальное, они могут служить транспортерами, в которых могут путешествовать лекарства. Встреча с сочинскими школьниками прошла в рамках фестиваля актуального научного кино. Он организован при поддержке Министерства образования и науки. В программе показ фильмов, а также мастер-классы, такие как этот. Учёные решили рассказать о своей работе так, чтобы это стало интересно даже ребёнку. Это же те молекулы, из которых мы состоим. И если ты хочешь понимать, как работает современное общество, что такое современное искусство, как это имеет отношение к современной науке, то, мне кажется, это важно. Но меня бессмысленно спрашивать, я в этом смысле фанатик. Мне кажется, это принципиально важно, это должен знать каждый. Этот мастер-класс не единственный. Учёные встречались с учениками из других школ города. Конечно, гвоздь фестиваля – это показ фильмов. Их горожанам показывают в кинотеатре Сочи, а школьникам – в образовательных учреждениях. Это, конечно, приобщение школьников к миру научного кино и к миру науки. Фестиваль проводится в течение трёх дней. В программе фестиваля просмотр документальных фильмов о самых разных достижениях науки и проведение мастер-классов. В Сочи фестиваль актуального кино проходит впервые, но организаторы уверены, что теперь он станет традиционным. Отклик программа уже получила. Школьники, педагоги и просто горожане в восторге от работы учёных, о которой раньше, как оказалось, они практически ничего не знали. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.